Денис Ивановна, мне 61 год, я медик по профессии, я инвалид второй группы и считаю, что моя инвалидность это следствие того, что я, будучи врачом, просто катастрофически залечила себя химическими средствами, слепо веря тому, что я делаю все правильно, слепо веря тем профессорам. Академикам, которые меня постоянно диагностировали и постоянно оперировали, а мне сделали именно 9 операций, и все они на брюшной полости, на прямой кишке, 2 только операции, 5 на почках. Вы знаете, я так же, как все, я так же, как все, я слепо верила в то, что это правильно, что это именно так и надо. И каждый раз мне говорили, Евгения Ивановна, давайте вот еще один раз отрежем вот это и вот это, и вам станет легче. Но легче не становилось, а каждый раз становилось хуже и хуже, хуже и хуже. И в результате, после 9 операции, когда убрали желудок, часть пищевода, 12-перстную, головку поджелудочную, потому что было 2 пенетрации. Меня выписали с диагнозом, все, Евгения Ивановна, врачебный диагноз, мы вам больше ничем помочь не можем. Парализация, когда ты не можешь встать, когда 5 операций на почках, когда она одна единственная и кусочек, как жить. Через 3 часа уколы, обеспаливающие, обратная реакция на них, аллергия на все. И в этот момент нашелся человек, который пришел ко мне и сказал, Евгения Ивановна, вот здесь комплекс витаминов и минералов и травы лечебные, и ты можешь жить. Вы знаете, я очень умная, я же врач, я же не поверила, потому что мне привозили самые дорогие лекарства. Не привозили их, бог знает откуда, доставали по блату всякими путями, а я умирала. И тогда человек сказал, Евгения Ивановна, у вас был шанс остаться живой. Я не знаю, уйдете вы от своих проблем или нет, но вы останетесь живой. И вы им не воспользовались. И мне стало страшно, потому что в голове промелькнула мысль, а вдруг то, что говорит эта женщина, и в самом деле правда. И если это правда, даже на 1%, я действительно буду жить. Сегодня я уже обучилась в Московской медицинской академии имени Сечина, институт питания. Я 38 лет безупречной работе в медицине, вы знаете, я была всем, и участковым терапевтом, и участковым, и врачом на доврачебном приеме, и невропатологом, и психиатром. То есть, за эти годы, работая в глубинке, я поработала буквально на всех специальностях. Что бы вы хотели сказать своим коллегам, еще не слышащим вас? Вы знаете, у нас есть такое выражение, у нас нет времени на слепых и глухих. Но очень страшно, что эти люди продолжают делать то, что делала я когда-то. Очень страшно, что мы все хором, вся медицина, губим в здоровье людей. Аптеки нужны, врачи нужны, но они нужны в экстремальной ситуации. Когда действительно невозможно не отрезать, хотя массу операций можно было бы и не делать. Когда можно не применить антибиотики, обойдясь какими-то другими средствами. Но мы так горды, мы такие закомплексованные, мы такие самовлюбленные. Я врач. И мы назначаем, и назначаем, и назначаем эти химические препараты, которым 70 лет, но которые за 70 лет еще никогда, никогда никого не вылечили. И сами мрем, как мухи. И не делаем выводов. Это страшно. Добрый день, господа. Я была с вами вина. Мне 1 января было 65 лет. Сейчас 66. Но я своим детям дала слово, что я еще 65 лет проживу. Практически 97, 98, 96 годы, это были годы катастрофические для моей жизни. И у меня не было прогноза на жизнь, потому что врачи выписали меня и сказали, все это нормально, мы для вас больше ничего сделать не можем. И тогда в моей жизни пришел в Вижен в лице человека, который встретил моего сына в полесте. И она рассказала, что жизнь-то вообще-то не кончается аптекой и больницей, что есть и другие методы и средства выздоровления. И когда она пришла ко мне домой, вы знаете, я так же, как, наверное, многие из вас, кто еще только-только начинает или только впервые слышит о Вижене, я так же, как и все вы, сказала нет и нет, и сказала дорого, и сказала, что вряд ли меня вылечат какие-то витамины, потому что мне два раза в день делают такие сильные антибиотики, и они меня не спасают. Вот, такие сильные, обезболивающие, и они мне боли не занимают. Вот, и вы знаете, и тогда эта причина нашла единственные, наверное, верные слова. Вот, так как рядом со мной были два моих сына, она сказала, вы столько горя добая принесли своим род близким, своим детям, а я одна растила двоих сыновей, что теперь хотите их добить окончательно. Вы хотите, чтобы они чувствовали себя вообще виноватыми до конца своей жизни, что они для вас что-то, может быть, не сделали, и вы умрете такой молодой. И вы знаете, вот, благодаря тому, что старший сын сказал, мама, нет, даже если это, хотя бы на один процент, вот то, что говорит эта женщина правда, мы это будем пробовать, и вдруг ты останешься жить. Я осталась не только жить, благодаря той программе классической, с которой я начала, вот, практически уже через три недели я ходила, практически через месяц уже не просто ходила, даже могла уже ездить, меня возили на презентации, ну и, соответственно, далее я все, как бы, мы подписали соглашение, и все начали с бустер-кейса, который стоил тогда тысячу долларов, и вы знаете, бустер-кейс, надо сказать, помог мне вообще встать на ноги. И сегодня прекрасно себя чувствую, сегодня мне делают комплименты, вот, и мы делаем. Потому что я пользуюсь косметикой Трио Виталия, я ее пользуюсь очень, так сказать, активно. У меня вот тут беру ожог на щеке, сегодня его практически не осталось, вот даже эпицентр, вот где был эпицентр, даже и то практически не видно, только можно чуть-чуть, но еще будем койки. Ну и моя шея, конечно. Что там говорить, шея женщины в 66-м возле датной жизни, и я просто была...